Уважаемые коллеги, друзья, добрый вечер. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Сегодня здесь провести весьма и весьма знаменательную встречу. Ровно, ну не ровно, но 70 лет назад в этом здании состоялась уникальная по своему назначению конференция министров иностранных дел Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании. Ее особое место в истории определяется не только тем, что представители союзных держав решали жизненно важные вопросы, связанные с необходимостью совместными усилиями приблизить окончание Второй мировой войны. Не менее важно, что заглядывая в будущее, они старались наметить базовые параметры послевоенного устройства мира. До полного разгрома агрессоров было еще далеко, но участников Московской конференции объединяло понимание необходимости создания прочного и долговечного фундамента нового миропорядка, который обеспечивал бы свободу и независимость народов, поставив войну как средство урегулирования межгосударственных споров вне закона. Мы должны отдать должное стратегическому видению участников Московской конференции, которое было отражено в подписанной 30 октября 1943 года декларации по вопросу о всеобщей безопасности. В ней подчеркивалось, что правительства США, Великобритании, СССР и Китая признают необходимость учреждения в возможно короткий срок всеобщей международной организации для поддержания международного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все такие государства, большие и малые. В декларации указывалось, что по окончании войны подписавшие ее государства не будут применять своих вооруженных сил на территории других государств, кроме как после совместных консультаций и для целей, предусмотренных в этом документе. Была выделена также важность контроля над вооружениями. Тем самым был сделан важнейший шаг к созданию Организации Объединенных Наций в качестве универсального международного органа, призванного стать гарантом обеспечения мира и безопасности. При этом союзники хорошо понимали, насколько важно избежать повторения ошибок довоенной лиги наций, которые были связаны прежде всего с отсутствием действенных механизмов предотвращения агрессии. По следам Московской конференции союзные державы продолжили напряженную работу над архитектурой нового мироустройства, ключевые принципы которого были закреплены в 1945 году в Уставе Организации Объединенных Наций. Эти принципы были сформулированы настолько мудро и дальновидно, что Устав ООН до наших дней в полной мере остается основой современного международного права, создает необходимые рамки для согласования подходов ведущих центров силы и влияния в контексте формирования полицентричного мироустройства в интересах урегулирования наиболее острых глобальных и региональных проблем. Это позволяет ООН выполнять центральную роль в международных отношениях. Говоря о принципах, которым отцы-основатели ООН придавали особое значение, хотел бы упомянуть и о других документах, в частности об обмене письмами между президентом США Рузвельтом и Народным комиссаром по иностранным делам СССР Литвиновым. Эти обмен письмами состоялся в связи с установлением между Советским Союзом и США дипломатических отношений в ноябре 1933 года. Так что еще один юбилей уже близок. В этих письмах, в частности, шла речь о неоспоримом праве каждой страны устраивать в пределах своей территории свою жизнь по собственному усмотрению и о взаимных обязательствах воздерживаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела. В этих письмах правительства СССР и США также обязались, я цитирую, «удерживать все организации, находящиеся под их прямым или косвенным контролем или получающие от них какую-либо финансовую помощь, от каких-либо действий, способных угрожать спокойствию, благополучию, порядку и безопасности друг друга, включая ведение агитации и пропаганды с целью изменения политического и социального строя». Отмечу, что эти обязательства были выработаны и зафиксированы в письмах по предложению, по настоятельному предложению Соединенных Штатов. И, наверное, о них не следует забывать сегодня. Всем тем, кто продвигает концепции, которые предполагают одностороннее, произвольное вмешательство во внутренние дела других государств, режиссирование разного рода демократических революций. Сейчас, как и тогда, попытки навязать другим собственные политические и социально-экономические модели имеют один результат – углубление международной нестабильности. Сегодня мир переживает очень сложный переходный период, сопряженный с масштабными глобальными вызовами. Адекватно ответить на них можно только коллективными усилиями всего международного сообщества. Думаю, для того, чтобы осознать эту истину, не надо ждать, пока ситуация станет похожей на события 70-летней давности. В нашем распоряжении имеются все возможности, чтобы подняться на уровень исторической ответственности, которую ощущали участники Московской конференции, и обеспечить выработку отвечающих требованиям 21 века эффективных механизмов глобального управления. Российско-американское взаимодействие в связи с сирийским кризисом показывает, что это сложная, но вполне выполнимая задача. Важнейшим компонентом усилий по оздоровлению международной атмосферы должно быть твердое совместное противодействие попыткам исказить итоги Второй мировой войны, обелить нацистских преступников. Молодое поколение должно знать правду о совместной борьбе союзников, о том, с какой надеждой и верой весь мир следил за сражениями на Советско-Германском фронте, за сражениями, которые имели решающее значение для исхода войны. Чрезвычайно важно беречь память о дипломатических прорывах военных лет, одним из ярких примеров которых является Московская конференция. Думаю, что 70-е годовщина ее проведения – хороший повод подчеркнуть историческое значение принятой тогда в этом здании Декларации о всеобщей безопасности предтечи Устава Организации Объединенных Наций. Спасибо за внимание.